Православная религия дает множество возможностей для того, чтобы человек мог духовно совершенствоваться, развиваться. И, пожалуй, в этой системе очень большое место уделяется постам. Очень большое внимание, очень большая важность им придается. А среди всех постов, понятно, есть 4 больших длинных православных поста, которые фактически в разные периоды года дают определенные рекомендации. И, безусловно, вершина всего этого многообразия это Великий Православный пост. Он самый длинный, самый жесткий, больше всех дает ограничения в различных аспектах человеческой жизни. И очень важно знать, как правильно к посту подготовиться, как правильно соблюдать пост, чтобы не навредить своему здоровью. Я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, советую вам неукоснительно выполнять те рекомендации, которые дает в этом направлении церковь. А именно, знаете, устами Иоанна Златоуста церковь советует, что делать в подготовке и во время поста. Иоанн Златоуст прямо советует, нужно провести удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, украшение похоти, прекращение клеветы, лжи, клятва преступления. То есть, вот такая вот достаточно серьезная подготовка к посту и обязательно во время поста должна соблюдаться каждым человеком, который хочет поститься. Потому что, если вот это все не делать, то пост просто превращается в банальную, ограничительную диету. И все. А где совершенствование? А совершенствование здесь. Совершенствование в понимании человека своей роли в этой жизни и жизни в социуме, среди других людей. Ведь вы же живете там в обществе, они на необитаемом острове. Поэтому вы должны уметь с другими людьми правильно жить, общаться. Тогда все будет прекрасно. Но церковь, вы знаете, вот диетические рекомендации она советует. Да, они достаточно жесткие во время православного поста, но определенные категории людей, они им не рекомендуются соблюдать диетическую составляющую поста. А вот то, что я сказал, это все неукоснительно любому и каждому. Кому не рекомендуется резко изменять свой рацион питания и жестко придерживаться поста? Это безусловно дети. Ну понятно. Дети, они растут каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Они из той пищи, которая попала в их организм, строят свой организм и совершенствуются на физическом уровне. Отсюда идет и эмоциональный уровень, и психическое развитие детей. Отсюда же это производные фактически. И тут детям нужно не ограничительную диету, а полноценное сбалансированное питание, в том числе и во время великого православного поста. Ну, возраст детский, он по разным критериям меняется, скажем так, этот диапазон. Но, с точки зрения физиологии, анатомии человека, полноценное развитие человека, это, на мой взгляд, фактически, это отражает завершение детского возраста, и человек переходит в зрелое состояние. То есть, зрелость. Когда эта зрелость наступает, физиологи это все прекрасно знают. У женщин зрелость наступает 24 года, у мужчин 30 лет. Если вы будете, если вы считаете, что это слишком уж высокий, высокая планка, это, как бы, завышена цифра, нет. Заметьте в спорте, когда максимальных достижений достигают мужчины и женщины, вот в этом возрасте. До этого возраста они еще тренируются, они еще совершенствуются. А основной пик спортивной формы, пик результатов, если тренер правильно подготовил спортсмена, именно в этом возрасте и возникают. Поэтому это не перегиб, это реальная цифра, которая отражает зрелость человека, когда он полноценно уже сформировался из тех продуктов питания, которые он в это время вводил. Или до этого времени вводил. Кому еще не рекомендует православный пост соблюдать в полном объеме? Безусловно, это женщины, которые в данный момент кормят грудью или беременны. Ну, тут все понятно. Она питаться должна не просто за себя, но и кормить ребенка либо внутриутробно, либо грудью. Ей нужно кушать за двоих, а не ограничивать себя в еде. Поэтому понятно, что женщина не имеет права поститься в диетическом выражении. А все эмоциональные, то, что говорил, писал, рекомендовал Иоанн Златоуст, 200% да, почему? Потому что только у женщины появляются негативные эмоции какие-то. У нее исчезает молоко. И ребенок начинает страдать. Только у женщины пошли негативные эмоции, у нее спазмируют сосуды матки. И ребенок, если это после 20-й недели беременности, начинает активно там шевелиться, добывать свою кровь. Напоминает маме, что она не права была. И маме нужно обязательно вернуться к первому, к первому фактически параграфу, к рекомендациями Иоанна Златоуста. И все, и ребенок будет получать все, что ему нужно. Мама все ему даст, все, что нужно. Третья категория, это люди пожилого возраста. Понятно. Они уже имеют различные заболевания, истощающие заболевания, как правило. Болезни, они не, ну скажем так, уровень здоровья явно не улучшают. А есть разные дистрофические, атрофические процессы. Когда организм уже когда-то недополучал какую-то пищу, если еще дальше ограничить рацион, понятно, что произойдет. Произойдет ухудшение уровня здоровья, обострение всех тех заболеваний. Поэтому люди пожилого возраста, они ограничены от диетической составляющей поста. Кто еще, кому еще не рекомендуется жестко соблюдать диетическую составляющую постов, это люди, у которых работа достаточно интенсивная. И если раньше, 100, 200, 1000 лет назад, в основном преобладала работа физическая, да, физический труд, понятно, что на голод человека сажать нельзя, он должен физически работать, не вопрос. Сегодня, на мой взгляд, добавляется еще один вид работы. Это интеллектуальная работа. Знаете, она подчас тяжелее физической, потому что для работы мозга нужно значительно больше компонентов дать, чтобы мозг интенсивно работал. Тут значительно сложнее сбалансировать рацион тем, у кого работа интеллектуально напряженная. И стоит человеку попасть из такой работы, начать жестко соблюдать пост, он через несколько дней, недель очень легко попадает в депрессию. Все зависит от того, насколько резервы работы мозга были созданы до тугов. Это очень сложная ситуация. Поэтому люди, интенсивно работающие физически или интеллектуально, а если и два компонента вместе, тем более, посты, они, вот, диетическая составляющая уходит. Ну и кому еще не советуют соблюдать жестко пост, это имеющим те или иные хронические заболевания. Например, вето, суистодистония, атерослероз сосудов, там, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Не очень хорошо в этих случаях соблюдать пост, потому что очень легко обострить все эти заболевания. Если вы считаете, что вы абсолютно здоровы, да, ну, зайдите к своему участковому терапевту, пройдите в конце концов плановое обследование и подтвердите свой статус здорового человека, и не вопрос, вперед и с песнями, соблюдайте диетическую часть поста. Я бы хотел внести еще один маленький нюанс. Третий компонент, фактически, вот того, что рекомендует церковь, она рекомендует не исключить продукты животного происхождения, а ограничить. Потому что полное жесткое исключение вызывает такой дисбаланс в обмене веществ, потому что организм-то работал до этого на тех продуктах, которые вы вводили. Если вы их жестко убрали одни, внесли другие, хорошо, если мощность пищеварительной системы достаточно, она перестроится, переварит и ваш организм не заметит такого изменения в рационе. А если нет? А если есть какая-то хроника, если есть какой-то там гастрит, дискинезия, желчного пузыря, панкреатит? Не у каждого система сможет выдержать такую перемену в рационе питания. Поэтому церковь это понимает. И рекомендации православного поста не настаивают на полном исключении, а лишь на ограничении. Тем более тем людям, которые, ну скажем так, были неумерены в определенных продуктах питания и напитках. Поэтому если вы снизили свой рацион, да, до физиологически обоснованного уровня, не вопрос, все прекрасно, все будет великолепно. Вот где я жестко вот тоже вот поддерживаю церковь и не советую, скажем так, и после поста возобновлять, скажем, вредные привычки, например, табака курить. Да. Знаете, ну здоровье никому не приносило и не приносит ни во времени, ни после, ни до поста. Поэтому если вы избавитесь от этой привычки, не вопрос. Вот. Алкоголь, да, это с одной стороны яд в большой дозе, с другой стороны, это великолепный растворитель для холестерина, великолепный средств для продления жизни, то есть это уже доказано многочисленными исследованиями, поэтому тут, но ограничение железное. Если вам удастся самостоятельно провести такое ограничение рациона, которое приведет к появлению сбалансированного рациона питания, под ваш пол, под ваш возраст, под сезон года, под уровень вашей активности, под ваш образ жизни, под экологию, которая вас окружает, прекрасно. Я понимаю, что вы все делаете правильно, уровень здоровья будет увеличиваться, укрепляться будет иммунитет, заболевания обостряться не будут, организм будет своевременно очищаться, соответственно, автоматически повышается качество жизни и появляется активное долголетие. Если у вас не получится сбалансировать свой рацион, все то, что я сказал, работает строго наоборот. Иммунитет разбалансируется, заболевания обостряются, очищение организма нарушается, качество жизни снижается, про активное долголетие можете даже и не мечтать. Поэтому, если у вас есть желание самостоятельно поиграть в игру с изменением рациона питания, пробуйте, играйте. Если вы хотите получить квалифицированную консультацию, не вопрос, контакты вы видите, можете обратиться. Я помогу вам составить сбалансированный рацион для вашего здоровья и активного долголетия. Одновременно, если вы отправите это видео своим друзьям, знакомым, им могу помочь. Тем более, что они тоже, в принципе, может быть, не все знают о том, как правильно соблюдать пост с пользой для своего здоровья. Не вопрос, отправьте им это видео по соцсетям, отправьте по электронной почте. Никаких проблем не составляет. Поэтому тут решение принимаете вы. Ну, а если вам нужна квалифицированная помощь, не вопрос, вы можете за ней обратиться. А я подумаю еще, какое видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!